В листовках-памятках яркие картинки – нехитрые правила поведения на воде. На плакатах важная информация. Даже те, кто читать не умеет, легко рассказывают по картинкам, что такое хорошо и что такое плохо. Как вести себя на море, на берегу речки и в бассейне. Надо шапочку одевать, прежде чем хочешь купаться, а то вода может в уши зачать. Нельзя бегать около бассейна. Почему нельзя бегать около бассейна? Потому что на лужах можно подскользнуться и упасть в бассейн. Полина – пловец со стажем, знает, как вести себя на воде. Меня мама научила плавать на ладони своей. Она ладошку подставила, и я училась держать равновесие на воде. Никита – любитель морских прогулок. Катался с мамой на катере. Если бы увидел, что человек тонет, не растерялся бы. Я там кинул круг спасателя и его вытащил. Начинать уроки плавания можно с пяти лет. Это умение на всю жизнь. Практика для уверенности на воде – теория для безопасности. Нельзя купаться в незнакомых местах. Незнакомое место – это где не знаешь, какая глубина, и не знаешь, какое дно. Нельзя спрыгивать с лодок, с катеров. Можно купаться возле берега с родителями. Задача взрослых – научить детей правильному поведению. Самый эффективный метод – самим соблюдать правила безопасности на воде и у воды. Учить дома, в детском садике и на пляже. Этим как раз и занимаются восводовцы. Детские сады, лагеря детские. Почему? Дети любят воду. Они порой не понимают, что вода таит в себе большую опасность. Наша задача – донести до них знания по правилам поведения на воде. Профилактика «Лучший лечение» лекции от восводовцев для аудитории детского садика – удачный эксперимент. Положительный результат – с первого раза. Такие мероприятия до нас не проводились ни в Краснодаре, ни в России. Анапское отделение «Восвод» рекомендует программу остальным 80 регионам России. Появилась такая хорошая организация «Восвод», которая внедряет новые техники, распространяет листовки, знакомит детей с правилами поведения на воде. Потому что у нас тоже ведется эта работа в детском саду, как бы и правила пожарной безопасности, и учим деток тоже, как правильно вести себя на воде. Ну, когда приходит человек в форме, это совсем уже другое. Анапский «Восвод» работает три года. Девиз службы «Ни одного несчастного случая на воде». За короткой фразой – серьезная профилактическая работа, новые проекты и разработки спасателей. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.